Каким правилам безопасности следует уделить особое внимание в преддверии Нового года и как изменится погода в ближайшие дни? Об этом и многом другом расскажем. Это новости на телеканале Осетия. В студии Марьяна Айдарова. Здравствуйте. И коротко о главных темах выпуска. В надежде на то, что будет наведен порядок. Парламент принял закон о передаче полномочий в сфере градостроительства специальному комитету, как нововведение поможет навести порядок в этой сфере и какие еще вопросы обсудили на заседании парламента республики. Придкавказские черноземы одни из лучших в России. Аграрии Правобережного района завершают уборку поздних зерновых культур и посевы озимых. Могут ли рассчитывать на богатый урожай в следующем году? Очень радует, потому что создает такую приятную атмосферу, предпраздничную. Жители Северной Осетии уже готовятся к Новому году. Заранее покупают подарки, елочные игрушки и с нетерпением ждут самого волшебного праздника. Особенно радуются новогодние иллюминации. Сборные команды, которые еще не сдали анализы на употребление наркотических средств, лишаются финансирования. Об этом заявил глава Северной Осетии Вячеслав Бетаров на заседании антинаркотической комиссии. Соответствующие поручения были даны Министерству физической культуры и спорта на предыдущем заседании. Руководитель ведомства Владимир Габулов обещал выполнить эту работу до конца года. На заседании обсуждались также вопросы профилактической работы среди школьников и студентов. Говорили и о результатах проведения оперативно-профилактической операции МАК-2018 и об улучшении работы по уничтожению наркосодержащих растений. Профильным министерствам поручили принять дополнительные меры по пропаганде здорового образа жизни и формированию нравственных ценностей среди молодежи. Были заслужены и отчеты Республиканского комитета по делам молодежи и, мол, парламента республики. Они рассказали о профилактической работе, которую ведут с молодежью, и о борьбе с аптечной наркоманией. Глава республики призвал активно подключать общественные организации, центры социализации молодежи, национально-культурные общества и представителей Аландского казачьего войска к работе в борьбе с наркоманией. Конкретная работа должна вестись. Вот мы говорили неоднократно. Есть у нас молодежный парламент, есть у нас организации, общественные организации, с которыми Александр Владимирович работает. И надо вместе организовать работу, мы уже много раз говорили. Они же готовы, эти ребята, ходить по школам. Совместно выстроите, сделайте план-график. Мы уже говорили, Луиза Султановна, что сделаем вот такой план-график всех школ посещения им. Они им только могут рассказать, какая это беда, как они попали в эти сети, чтобы молодежь не пошла по этому пути. Полномочия по градостроительству и архитектуре частично перейдут от администрации местного самоуправления в специально созданный республиканский комитет. Такое решение принял сегодня парламент Северной Осетии. Документ подразумевает создание комитета по градостроительству и архитектуре. Он возьмет на себя контролирующие функции. За его работой будет следить глава республики. Законное утверждение депутатам представил первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Северной Осетии Виктор Артабаев. По его словам, это поможет навести порядок в данной сфере. Новый комитет не будет подменять работу администрации. Исполнительно-распределительные полномочия остаются на местах, но разрешение на строительство будет выдаваться под контролем вновь созданного органа. Большинство депутатов во время обсуждения законопроекта высказались положительно. Контроль необходим. И самое главное, что это контроль, Гутев правильно говорит, замыкается на главе республики. И то, что муниципалитеты, конечно, без восторга приняли этот законопроект, их тоже можно понять, потому что они единолично решали. Кто сегодня ответит за то, что натворили? Где сегодня находится мэр города Владикавказа? Бегат. И что, мы будем за ним претензии отправлять? Где гарантия, что в следующий раз это не случится? Легкие нашего города были вводные, там были пионерские лагеря. Сегодня там сплошные усадьбы, дачи, еще какие-то застройки. Я понимаю, что все это может быть не очень популярно для органов местного самоуправления. Здесь приводилось массу примеров ужасного архаичного строительства, бездавного градостроительства. Но были и те, кто к законопроекту отнесся критически. По словам депутата парламента Медея Эльдзаровой, у администрации местного самоуправления нельзя отбирать полномочия. По сути, местное самоуправление в результате распределения передачи полномочий превращается в почтовый ящик по передаче жалоб, заявлений, предложений и так далее. Выховашивается сама суть местного самоуправления. Но я же еще раз говорю, есть контролирующие правоохранительные органы. Но почему ждать, когда дом будет построен? Почему ждать, когда там за асфальтируют и там, где нужно? Не знаю. Я считаю, что аргументы, которые приведены в пользу этого закона, не совсем убедительны. Виктор Артабаев ответил на вопрос, насколько принятый республиканский закон обоснован и соответствует федеральному закону о местном самоуправлении. По его словам, в других регионах уже есть подобные прецеденты. С точки зрения закона это все вполне допустимо. Здесь вопрос решался в просткости целесообразности и решен положительно. Конечно, оспорить можно любой закон. Даже отдавая заключение на законопроект, на стадии его рассмотрения в правительстве, ни прокуратура, ни Минюст, ни нашли в нем нарушение закона. На правительственном часе народные избранники заслушали и министра промышленности и транспорта Хейдар Бекабутова. Проблем в организации регулярных пассажирских перевозок много и депутаты часто сталкиваются с жалобами жителей. Всего в республике сегодня работают 178 маршрутов и только 8 из них обслуживаются компанией, которая полностью удовлетворяет требованиям пассажирских перевозок. То, что происходит с обслуживанием, прежде всего пассажирским, ну никак нас не может удовлетворять. И в городе Владикавказе, и в других населенных пунктах, и межмуниципальной перевозке. Это качество транспорта самого, в которых ездят наши жители. Это опять-таки правильно сегодня говорилось. И обращаются к нам жители. После 8 часов невозможно уехать. Но если, когда кому как захочется, это в конце концов вопрос государственной важности транспортное обслуживание. Должно быть четкое расписание. Человек должен прийти на остановку и знать, что Востока приедет, Востока уедет, какой маршрут и так далее. Кто определяет эти маршруты, как определяются. Конференция, посвященная столетию Горского государственного аграрного университета, прошла во Владикавказе. В ней приняли участие более 50 ученых из регионов Северного Кавказа. Они представили свои исследования по различным направлениям, таким как зоотехния, агрономия, ветеринария, биотехнология в сельском хозяйстве и другие. Открыл конференцию премьер-министр Таймур Астускаев. Он поздравил родной вуз с юбилеем. В университете открылась также выставка, посвященная истории вуза и исследованиям студентов. В течение двух дней будут работать различные площадки, где опытные ученые смогут поделиться знаниями со студентами, а у начинающих любителей будет шанс представить свои исследования старшим коллегам. Уже завтра состоится заключительное пленарное заседание. Подведут итоги работы. Поздравляю вас всех с этим значимым событием. Я пришел к себе домой, потому что я воспитанник этого славного учебного заведения. Принимали самые активные участия во всех вехах социально-экономического развития нашей страны. Это и борьба с разрухой, и создание, собственно говоря, уникальной по своей доступности, объему, разнообразию, глубине, создание системы образования общего, высшего науки. Это и уникальные проекты в промышленности, в сельском хозяйстве. Во всем этом мы принимали самое активное участие. Сегодня перед нами стоят иные, возможно, где-то более сложные задачи. Завод «Электроцинка» штрафован на 100 тысяч рублей за нарушение норм охраны труда. Эксперты выявили шесть нарушений в этом направлении. Государственная инспекция труда выявила нарушения законодательства, связанные с эксплуатацией оборудования. Об этом сообщает ТАСС. В здании цеха находились электрокары, которые загромождали проходы. На неработающем или находящемся в ремонте оборудовании не было табличек. Предприятие штраф оплатило, а выявленные нарушения руководство завода обязуется устранить в течение полутора месяцев. Напомним, работу завода «Электроцинк» приостановили на 8 месяцев после пожара 21 октября в цехе электролиза. При тушении погиб пожарный, еще двое спасателей пострадали. Было возбуждено уголовное дело. В преддверии новогодних праздников в Северной Осетии стартовал месячник безопасности. Сотрудники МЧС проводят беседы и инструктажи по правилам пожарной безопасности не только с неблагополучными семьями, входящими в группу риска, но и с многодетными. В масштабную работу привлечены и представители других министерств и организаций. О правилах, которые могут спасти жизнь. Если вы попали в зону дыма, на органы дыхания тряпочку, на коленочки и вы ползаете, покидаете помещение. Это правила, которые могут спасти жизнь. И сотрудники МЧС объясняют их каждому ребенку. А их в семье Базаровых пятеро. Старше 12, самому маленькому два года. По словам мамы, контролировать каждого бывает сложно. Но пожарной безопасности уделяют особое внимание. Мы с вами тоже проводим беседы. О том, что нельзя брать спички без детям. О том, что без взрослых лучше не пользоваться газом. Потому что к родителям детки могут не так прислушаться, как к специалистам, например, к пожарникам или к МЧС. В преддверии Нового года подобная беседа о соблюдении правил особенно актуальна. Праздник уже через месяц. По статистике чрезвычайного ведомства, именно в этот период бытовых пожаров становится в разы больше. Как нужно пользоваться фейерверками. То, что нельзя их зажигать дома. Это все надо делать на улице. И еще я узнала, куда надо звонить по сотовому телефону пожарной безопасности. Какой номер? Во время рейда детям напомнили самые простые правила. Не оставлять включенный утюг, не пользоваться электрической техникой без разрешения взрослых, не играть со спичками. Правила просты и знакомы всем с детства, но соблюдают их не все. Пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности может привести к большой беде. Даже непотушенная спичка может стать причиной пожара. Об этом и не только в ходе профилактической беседы напомнили сотрудники МЧС. Под пристальным вниманием ведомства, именно многодетной семьи, родители не всегда успевают уследить за каждым. Профилактические разговоры просто необходимы, уверены в МЧС. На сегодняшний день порядка 300-302 пожара в республике возникло с начала года текущего. При этом два человека погибло, порядка 27 травмировано. Из этого общего количества пожаров, пожары по причине детской шалости с огнем, 8 пожаров. Один ребенок, к сожалению, тоже травмирован. Но гибели деток допущено не было. Каждой семье передали информационные листовки и брошюры с правилами пожарной безопасности. В МЧС планируют посетить как можно больше многодетных семей не только Владикавказа, но и все республики. Галина Григорян, Диана Кабалоти, Новости Осетии. В Правобережном районе завершают уборку поздних зерновых культур, готовятся к зиме. В распоряжении предприятия «Дон» 2000 гектаров земли в селении Зильги. Из них 500 предназначены для зимых культур. Уже сейчас сельскохозяйственный кооператив готовится к новому сезону. Удачной работу можно будет назвать, если прибыль составит 130%. Что для этого делают в материале нашего корреспондента Хета Гаплиева. Рабочий день тут начинается рано утром. Дел много. Готовятся к зиме тщательно. Эти поля засеяли двумя культурами – озимыми и оровыми. А зимы и сеют, пока земля еще мягкая, не прихваченная морозом. Зерно пролежит здесь до весны. Потом, когда потеплеть, начнут пахоту. Главный агроном компании Валерий Курилов приехал в Осетию недавно. Говорит, у предприятия отличный подход к работе и хорошие перспективы. А еще немаловажно – тут действительно есть с чем работать. Вообще предкавказские черноземы – они одни из лучших в России. Ну, соответственно, они соответствуют воронежским черноземам, украинским черноземам и так далее. Здесь таких земель немного, они только в предгорье. Дальше земля гораздо хуже, поэтому эта земля, она лучшая, что создала природу для того, чтобы мы с вами хорошо кушали. Агропредприятие засеяло пшеницей 500 гектаров. Потратили на это больше миллиона рублей. Зерно завезли из Ставрополя. Говорят, это один из лучших видов. На эти поля специально завозят элитные семена. Они, говорят, агрономы – качественные. Это поможет сэкономить в будущем. Полученное зерно потом можно будет сеять самим. За каждый гектар, который засеян такими семенами, фирма получает субсидии от государства. В администрации Правобережного района говорят – только рады частным сельхозкомпаниям. Сейчас таких здесь более 140. Результаты впечатляют. Зерно экспортируют даже в страны ближнего зарубежья. Мы завершаем сейчас уборку поздних зерновых культур. Мы получили в среднем с каждого гектара 63 сантиметра кукурузы. 63 сантиметра. Получили более 200 сантиметра картофеля, зернобобовых. А зимние колоссовые нам дали по 301 сантиметра с гектара. И частный сектор, и крестьянская фермерность хозяйства. Мы поддерживаем, мы помогаем и делаем, и семенами, значит. Удачной всю работу можно будет назвать, если прибыль составит 130%. Над тем, чтобы все шло по плану, на этом предприятии в сезон работает по 15 человек. В день спахивает по 20 гектаров земли. Шутят. Этому способу пахоты уже около 3000 лет. Но принципиально ничего не изменилось. Эти площади к зиме уже готовы. Все предстоящие работы агрономы провели уже до наступления холодов. А на этом участке осеннеполевые работы пока продолжаются. Но земледельцы уверяют, что на этой неделе уже все мероприятия будут завершены. Останется дождаться только весны. Тогда же аграрии приступят к севу. Хеток Плиев, Александр Левченко, Новости Осетии. Кольцо, Три сестры, Девичьи косы. Сведения об этих и многих других водопадах вошли в атлас водопада Северной Осетии. Презентация которого состоялась сегодня во Владикавказе. На создание атласа был выделен президентский грант в 2 миллиона рублей. Над проектом работала группа ученых. Руководитель проекта, президент общественной организации, молодежный бизнес-клуб Олег Дзодиков. Итог проведенной работы – полноценный сайт-справочник по водопадам, 20 короткометражных фильмов и подробные описания водопадов и маршрутов к ним. На презентации был представлен и 25-минутный фильм. Научная группа побывала на 50 водопадах республики, 34 из которых были описаны в издании. По словам научного руководителя программы заслуженного эколога Северной Осетии Константина Попова, такого полного гидрологического каталога не было со времен Советского Союза. Книга для широкого круга читателей. Она будет полезна как преподавателям и студентам, так и туристам в качестве путеводителя. В «Атласе» описано 34 водопада, но отмечена их морфология, самые характерные черты, то есть чем они примечательны. Их наиболее выдающиеся качества, которые привлекают к ним множество посетителей, туристов. Ведь водопады – это особые объекты природы, у которых люди испытывают необычный подъем настроения, воодушевление, творческий подъем. Они же имеют огромное оздоровительное значение. В ближайшие дни в Северной Осетии похолодает. Об этом сообщили в Республиканском гидромедцентре. По прогнозам синоптиков, в республике ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Возможен также туман, а на дорогах гололедится. Опустится и температура воздуха в ночные часы от нуля до пяти градусов мороза, а днем будет от двух мороза до трех градусов тепла. Территория нашей республики находится под влиянием мощнейшего антициклона северо-запада. А по югу под влиянием южных циклонов, которые принесут нам облачные атмосферные фронтальные зоны. В регион зайдет холодный арктический воздух. Поэтому мы будем наблюдать неблагоприятные погодные явления. В дальнейшем, когда прекратятся осадки, соответственно, температурный фон тоже будет повышаться. Предновогодний ажиотаж не за горами. Самые предусмотрительные уже готовятся к самому любимому празднику. Прилавки магазинов уже украшает новогодняя атрибутика, а где-то и улицы с каждым днем становятся ярче. Наш корреспондент Тинатин Музашвили выяснила, где и как уже готовятся к Новому году. На дворе еще ноябрь, но в республике уже активно готовятся к самому любимому празднику – Новому году. В магазинах широкий ассортимент елочных украшений и другой атрибутики. Все это уже создает атмосферу приближающегося чуда. И, по словам сотрудников магазинов, радует посетителей. В нашем магазине уже началась подготовка к Новому году. К нам завезли уже очень много игрушек. И люди приходят к нам, радуются, улыбаются, покупают уже все это. Детям интересно очень, конечно. Они подходят, играются, фоткаются и фотографируют их мамы. Вот у нашей елки красивой. К празднику раньше времени начали готовиться не только в столице республики. В вологире яркими огоньками засияли улицы и здания. Жители не нарадуются таким переменам и с нетерпением ждут, когда же привезут и установят главную зеленую красавицу. В этом году, да, тоже начали рано готовиться. Это очень радует, потому что создает такую приятную атмосферу, предпраздничную. Мы тоже вышли сюда погулять, посмотреть на гирлянды. Детям очень нравится. И, по правде говоря, еще ждем, когда установят вот эти арки кружевные, тоже все с гирляндами, светящиеся. Будет очень приятно снова приходить сюда в парк. Скоро начнут украшать и улицы Владикавказа, и весь город превратится в одну большую сказку. Мишура, шары, гирлянды и разноцветные огни. Несмотря на то, что до Нового года еще больше месяца, все эти атрибуты уже создают праздничное настроение. Ведь каждый в глубине души ждет и предвкушает новогоднее волшебство. Динатин Музашвили, Чермен Цураев, Новости Осетии. К этому часу у нас все. Спасибо за внимание и увидимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!